Да пребудут с вами 30 садников апокалипсиса! Всем привет! Я обещала сделать видео полностью посвященное моей команде, так как многие не в курсе, сколько человек находится у меня под крылом, чем они занимаются и что я вообще о них могу сказать. Я думала насчет того, как лучше стоит подать вам информацию в этом видео, и решила, что разделю видео по секциям. Озвучка, художники, аниматоры, модельеры и рендерники. И конечно же буду указывать ник их канала, дабы вы при оценке этого видео еще и оценили их. И эти люди мне достаточно много помогают, именно поэтому я хочу сделать это видео для них и для вас. Чтобы им пришло больше пользы, давайте не будем затягивать и начнем. Озвучка. Как бы ни было странно, озвучки у меня больше всего. И пополнять пока что не собираюсь. Эта девушка у меня, пожалуй, на высоте. Она у меня администратор в команде и к тому же управляющая всеми женскими голосами. Ее голос вы могли наблюдать достаточно часто. Как, например, голос Мангу. Пожалуй, самый долгий член моей команды, он у меня еще самого основания, является управляющим всеми мужскими голосами в моей команде. Его голос вы могли слышать у Джона из комикса «Серебряные глаза». А это у нас самая старшая девушка среди всех нас. Она намного старше меня, по-моему, на 10 лет. И, конечно же, она озвучивает взрослые женские голоса. Как пример, голос Патрисии. Вот его голос вы еще не наблюдали, так как он появился у нас еще совсем недавно и является самым старшим мужчиной в команде. Этот парень выделяется тем, что у него потрясный голос Автона. И неудивительно, что он будет озвучивать у нас Уильяма. Если ты случайно приведешь действие эти пружинные фиксаторы, произойдут две вещи. Во-первых, все фиксаторы защелкнутся и вопьются в твое тело. В следующую секунду все детали аниматроника, а это острая сталь и твердый пластик, немедленно проникнут в тебя. Ты умрешь, но умрешь медленно. Ты почувствуешь, как детали протыкают твои органы, костюм пропитается твоей кровью, а несколько долгих, очень долгих минут ты будешь знать, что умираешь. Ты попытаешься кричать, но не сможешь, потому что к тому моменту твои голосовые связки будут разорваны. Твои легкие будут наполняться твоей собственной кровью, пока ты в ней не захлебнешься. Достаточно прикольная и веселая девушка. Вы могли слышать ее по озвучке Марлы? Да, где вы были? Ну, этого человека вы тоже знаете. Он у меня занимает достаточно много должностей в команде. Он аниматор, озвучник, модельер и рендерник. Именно поэтому мне стоит показать, в пример, его анимацию с его же озвучкой. Мне нравится ее голос тем, что она может спокойно и достаточно похоже озвучить Бэйби. Ты покалечен. Мы попалишься на твои друзья. Ты все еще веришь этому? Я попалишь на мой сесть. Я помогу тебе поправиться. У этого парня достаточно необычный голос. Он у меня был в Спрингбоне, в видео с приколами. Как, Скотт, ты думал с этого подобного? Ну, вот этого достаточно хорошего члена этой команды вы тоже достаточно часто слышите. Его голос вы наблюдали в озвучке писем Луиса. Привет, Нец. Я уже говорил тебе о запрещенных словах. Но наш ИИ устроен достаточно сложно. А еще некоторые сообщения проверяются людьми, в том числе мной. Является как озвучником, так и аниматором. И к тому же потрясающе озвучивает Фонтайм Фредди. Стук, стук. Дома кто-то есть? Девушка, которая озвучивала Джейсику. Чарли, что нам теперь делать? Озвучивала девочку-призрака в комиксе «Спинтрап и Делия». Ты отвратителен. Почему ты убиваешь того, кого любишь? Озвучивала Кэссиди. Он все еще разговаривает с тобой? Озвучивала маленькую Чарли. Себе больно? Озвучивала Милли. Сначала нам нужно понять Скотта, а потом уже пытаться понять Уильяма. Киборги! Ну что ж, пришло время отдать должное людям, которые могут часами сидеть за своими устройствами и рисовать. Да, сейчас пойдет речь о художниках. Является управляющей первой группой художников. На ее рисунки я не перестаю восхищенно смотреть. Они действительно удивительные. Потрясающий художник, у которого я даже заказывала арты. Мне нравится стиль ее рисунков. Художник, без которого я как без рук. Она управляющая второй группой художников. Она хоть и рисует достаточно долго, но у нее действительно великолепные арты. Я думаю, вы были не в курсе того, что она не говорит по-русски. Да, у меня в команде есть иностранный участник. Я знаю, как вам нравились арты этого человека, именно поэтому я уговорила его вернуться. Является управляющим третьей группой. У нее своеобразный мультяшный стиль рисовки, но мне он понравился тем, что рисуется достаточно быстро. За это уважение данному художнику. Она не так уж и давно вследи нас, так что ее работы вы видели достаточно редко. Фух, действительно много, не так ли? Прошло время для аниматоров. Управляющий аниматорами. Его работу вы уже видели в начале. Также он является создателем моего нового интро. Работа модельера и рендерника, пожалуй, одна из сложных. Что привело к тому, что один из моих участников устал и покинул нас. Но я все равно покажу его, хоть он уже и не является членом моей команды. Он заслужил почестей. Он также является и рендерником. Бэйби, призрак и прочие персонажи его заслуга. Спасибо тебе, ты был великолепным всадником апокалипсиса. Ну а также эти люди помогают мне с рендерами. Вот теперь вы знаете всех участников моей команды. Их много, да, я не спорю. Но мне с ними весело. И без них я бы не смогла сделать много на своем канале. Я обязана дать им рекламу, которую они заслужили. Давайте, каждый из вас поддержит их и подпишется на их каналы. Я знаю, вы можете. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok